Фотография Его очень сильно избивали губитками, заставляя дать угодные следствия показания. Но он дважды одевался противогаз с целью прекращения доступа к кислороду в дыхательные пути. Второй раз, когда на него одевали противогаз оперативники, они пытались даже засунуть туда зажженную сигарету. В конвенции ООН против пыток Казахстан присоединился 15 лет назад. С тех пор ежегодно, 26 июня, в республике отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. Однако здесь продолжают издеваться, мучить и выбивать показания, говорят эксперты. Самое страшное, что государство на стороне силовиков. Это следует из статистики. В 2012 году в коалицию НПО Казахстана против пыток поступило 362 обращения. Однако в итоге заведено лишь 5 уголовных дел. Любой государство старается как-то оправдать свои действия. Так же, как в Соединенных Штатах Америки, которые оправдывают пытки Гварданова или еще где-либо. Пытают в казахстанских зонах жестоко, а главное безнаказанным. Об этом открыто заговорили после того, как в сети появилось видео из тюрем Долинги. Обнародовать кадры избиений удалось чудом. Находясь за решеткой, практически невозможно пожаловаться на издевательство со стороны сотрудников КУИС. Конечно, я опознаю каждого, кто меня бил, мучил меня. Я каждого опознаю, каждого опознаю. И я добьюсь этого. Я не оставлю это иначе. Это Александр Баженко, свидетель на процессе по беспорядкам в Жан-Аузене. Он отказался от выбитых показаний, рассказал в суде о чудовищных пытках и выступил в защиту нефтяников. Вскоре его убили. По официальной версии это хулиганство. Однако в нее практически никто не поверил. Кроме того, прокуратура так и не признала, что Сашу Баженко жестоко пытались силовики. КОАЛИЦИЯ ПЫТОК К сожалению, ответ, как вы понимаете, во-первых, он слишком задержался. Мы получили очень годно после долгих звонков, переговоров. В конце концов мы его получили, но он... Еще в 2009 году спецдокладчик ООН после посещения Казахстана заявил, что в этой стране применение пыток выходит за рамки единичных случаев. Ситуация с тех пор остается неизменной.